всем привет в данном видео мы поговорим про google аналитику а точнее про google аналитику 4 про новую google аналитику точнее я отвечу на вопрос задавали его на ютюбе при добавлении сайта google analytics 4 а то код счетчика находится уже в другом месте смотрите дай а получается что нахождение счетчик она изменилась и добавление немного изменилась сайтов google analytics смотрите если у вас какая-то cms как добавить счетчик на какой-то сайт или cms но если она на какой-то платформе делаем то уже на ютюбе есть ролики то бишь добавление google аналитики на сайт с ничем не отличается от старой версии вы просто берете код и добавляете у нас это как добавить его на сайт вы можете посмотреть на ютюбе у меня есть уроки под различные cms посмотреть и добавить тут вопрос относительно где находится этот счетчик код счетчика и изменилось само добавление сайта google analytics так вот мы сейчас это и рассмотрим смотрите вы заходите но если смотрите еще я видео записывал как связать google analytics 4 с google search консоль новый счетчик нет возможности связать это вы можете посмотреть моем ролике на ютюбе а старый можно так вот смотрите если у вас старый счетчик вы заходите в администратор внизу переходите сейчас я открою старый счетчик вот если у вас старый счетчик вы его можете обновить на новой и они свяжутся у вас будет два да старый можете связать а новые у вас будет уже новых новом счетчики видите три колонки в новом счетчике еще только две колонки не знаю будут они добавлять третью колонку не будут но пока ее нету также в новом счетчике нет возможности связи с google search console смотрите вы можете обновить и когда вы попадете в новый счетчик он у вас будет вот так выглядеть но теперь давайте создадим заново аккаунт нажимаем создать аккаунт я напишу новый но вы заполняете как вам надо нажимаем далее название ресурса тоже напишу также и тут смотрите если вы сейчас нажмете далее то создастся новый счетчик а если вы нажмете показать дополнительные параметры и нажмете создать ресурса со старой версии счетчика вот то тут надо вписать сайт вот так куда и нажать и вот создать ресурс он создаст сразу два счетчика 2 нажимаете далее выбираете ну заполняете параметры тут нажимаете создать галочки и вот у вас создалось два счетчика сейчас я покажу смотрите назад вернемся вот у вас два счетчика если бы вы нажали там далее не нажимали два счетчика у вас бы он создался один ну давайте покажу чтобы было понятно далее новые далее ну и далее вот создался один теперь смотрите ранее ранее вам надо было зайти в настройки ресурса и там был бы код счетчика до идентификатор сейчас вам надо зайти в потоки данных нажать веб написать сюда адрес сайта смотрите не забываем если у вас http то выбираем http если https https но скорее всего у вас https нажимаете название и нажимаете создать все он создался теперь вам надо код счетчика индификатор индификатор а индификатор показателя но немножко по-другому назвали вот он находится тут нажимаете сюда и он копируется теперь сам код счетчика смотрите инструкция по добавлению тегов вода и вы набираете нажимаете глобальный так вот и вот сам код счетчика нажимаете копировать и добавляете к себе на сайт вот в чем разница по сути от старой версии с новой версии как добавить на сайт повторюсь есть отдельные ролики под различные cms вы можете выбрать там какая у вас cms взять ролики добавить данный код к себе на сайт вот где взять этот код он находится тут он находится в сейчас он находится в ресурсе в раздел потоки данных выбираете сайт ваш мы его уже добавили глобальный тег вот он так нажимаете копировать и далее по инструкции по ролику которого cms добавляете его к себе на сайт на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем пока